Как же здорово, что вы смотрите нас сегодня. В прошлой проповеди мы услышали о том, как Авраам проходил серьезные испытания своей веры. Бог потребовал от него принести в жертву своего единственного и возлюбленного сына, который был обетован ему. Авраам так сильно уповал на Бога, что был готов пойти на этот шаг. Является ли наше упование настолько же сильным? Можем ли мы так же поступить, если Бог допустит для нас подобные испытания? А если нет, то как же нам к этому подготовиться? И как разрешилась история Авраама? Об этом вам сейчас расскажет пастор Кристиан Вегард. А тема нашей сегодняшней проповеди — Господь позаботится о вас. Давайте сейчас встанем. И продолжим читать 22 главу книги Бутия, начиная с 9 стиха. «И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, и положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, «Авраам! Авраам!» Он ответил, «Вот он, я!» Ангел сказал, «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому, иегова Ира. Посему и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится. И вторично вызвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляю, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое». «Как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами, врагов своих, и благословятся в семени твоем, все народы земли, за то, что ты послушался глаза моего. И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали и пошли вместе в Версавию, и жил Авраам Версавии». Присаживайтесь. Авраам подвергся суровому испытанию. Он должен был принести в жертву своего обетованного и единственного сына Исаака. И вот он с верой и упованием отправился в то место, которое указал ему Бог. И вопрос заключался в том, доведет ли он дело до конца, или, как это часто было ранее, в очередной раз обойдет возникшее перед ним препятствие. Будете ли вы, и буду ли я твердо стоять в своей вере, когда на нас обрушатся кризисы и испытания? Никто из нас не знает, что принесет завтрашний день. Никто из нас не знает, каким будет наше великое испытание веры. Поэтому сегодня куда более важно научиться быть готовыми к такому испытанию и расти в своей вере, чтобы потом пройти это испытание с Божьей помощью. Но для чего же нам это нужно? Если исходить из нашего сегодняшнего отрывка, то тут можно выделить три пункта. Во-первых, мы хотим подготовиться к испытанию с покорностью. Во-вторых, с упованием на то, что Бог о нас позаботится. В-третьих, сделать это, глядя на Христа. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. А в девятом стихе он видит место, указанное ему Богом. Уже не издалека приходят туда, и сказано, и пришли они на то место. И что же это было за место? Что такого особенного было в этом месте? Оно было таким особенным тем, что располагалось в горах Мариа, на горе Мариа. И мы знаем, что Соломон впоследствии именно там построил свой храм. А это означает, что где-то неподалеку от этого места находилась Голгофа, гора, на которой Христос должен был впоследствии умереть. Но мне кажется, хоть этот факт и занимательно интересен, география этого места в этой истории не главная. Как мне кажется, куда важнее тот факт, что мы понимаем, что это было место, о котором сказано в девятом стихе, что это было место, о котором сказал ему Бог. Авраам пришел на место, о котором сказал ему сам Бог. Не он. Сам выбрал это место. Сам бы он туда никогда не пошел. Так же, как вы и как я. Никогда. Кто по своей воле пойдет на такое? Это было место, которое указал Аврааму Бог. В сегодняшнем отрывке мы читаем о том, что Авраам выполнил поручение, данное ему Богом во втором стихе. «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мариа, и там принеси его во всесожжение». На одной из гор, о которой я скажу тебе. Сначала Бог назвал только регион, Он сказал, «Пойди в землю Мариа, и когда придешь туда, я покажу тебе это место, и там ты должен принести своего сына во всесожжение». И когда Авраам пришел на место, Бог сказал ему, куда именно ему идти, и Авраам пошел именно туда. Следовательно, мы можем сказать, что Авраам не был героем, но был послушным человеком. Он пошел туда, куда ему сказал идти сам Бог. И это и есть ключ к жизни в вере. Обратиться в веру. Жить в вере означает, прежде всего, жить в покорности перед Богом, то есть делать то, что говорит нам сам Бог. Это и есть обращение в веру. Но что же это означает? Означает это следующее. Следуйте за Христом. Сам Иисус постоянно это говорил. А в Евангелии от Иоанна Он сказал, «Если вы любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Делайте то, что Он говорит. Он не говорит нам, «Если любите Меня, вам будет приятно». Все ваши заботы уйдут прочь. В вашей жизни будут только солнечные дни. О, нет, Он сказал, «Если любите Меня, соблюдайте Мои заповеди. Делайте то, что Я вам говорю». Это и есть доказательство веры Авраама. Он пошел туда, куда Ему сказал пойти Бог. Позднее Иисус в Евангелии от Иоанна скажет, «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как Я соблю заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви». А это означает, что если вы любите Бога, вы соблюдаете Его заповеди. Неважно, как вы себя при этом чувствуете, просто делайте это. Слушайтесь Бога, и тогда ваша радость будет полной. Вот это и есть вера. А вера и покорность связаны. Но как же нам? Как же вам и мне пройти испытания на веру? Ну, прежде всего, мы милостью Божией должны научиться быть покорными. Во-вторых, мы можем к этому подготовиться с упованием на то, что Господь обо всем позаботится. Это 9 стих. «И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник, поверх дров, и простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего». Авраам был полон решимости. Он верил, что Бог выполнит свое обетование, и что в Исааке ему уготовано семя. Эта уверенность в своей вере и это упование на то, что Господь обо всем позаботится, пронизали собой всю суть, весь характер и всю сущность этой ситуации. Авраам был как губка, мокрая губка, пропитанная, насыщенная в уповании на Бога. Иначе бы он не справился с этим испытанием. Этот факт подтверждается нам в пятом стихе. Когда они подошли к подножию горы, Авраам сказал отрокам, что были с ним, «Останьтесь вы здесь, сословок, а я и сын пойдем туда и поклонимся». И что он добавляет потом? «И возвратимся к вам». А вы понимаете? Он был твердо убежден в том, что вернется назад вместе с Исааком. У него не было никаких указаний на это. Он намеревался пойти на этот шаг с покорностью и упованием на Бога. Но он был сильно уверен в том, что Бог обо всем позаботится. Из послания к евреям мы знаем, что Авраам думал, как сказано там, в 19 стихе, что когда он должен был принести в жертву своего сына, он думал, что Бог силен из мертвых воскресить человека. Он пришел туда с великой уверенностью. Он уповал на Бога и сказал, «Боже, ты обо всем позаботишься, что бы ни произошло. Возможно, ты скажешь мне принести другую жертву или воскресишь Исаака из мертвых. Я понятия не имею, что будет, но одно я знаю точно. Ты, Господи, будешь бороться за меня. Ты все уладишь. Ты сдержишь свое обетование». Эта уверенность и это упование на Бога просто сочились из Авраама. Вы встречали людей, которые также уповали на Бога. В их присутствии находиться очень приятно. Они буквально излучают спокойствие. Они буквально излучают безмятежность. Они черпают свои силы из упования на Бога. И сын Авраама, Исаак, это также ощущал. И тут было только два варианта. Либо Авраам хватал Исаака и принуждал его лечь на жертвенник, и тогда бы между ними произошла драка. Либо Исаак ложился на жертвенник сам, потому что он уповал на одного и того же Бога, что и его отец. То есть Авраам полагал, что Бог обо всем позаботится. Он сказал Исааку, «Сынок, я не знаю, как именно это осуществит Господь, но я уверен, что Он обязательно это сделает, потому что ты, Исаак, находишься в центре Божьего плана спасения. И могу ли я спросить вас? А есть ли у вас столь твердое убеждение в Боге и о Боге? Верите ли вы, что Бог способен создать выход из вашей ситуации? Верите ли вы, что Он способен провести вас через долину, независимо от того, каким путем Он вас ведет? И тогда ему явился ангел и крикнул ему, «Авраам, отложи свой нож, он больше не нужен». И поэтому он и обнаружил этого овна, запутавшегося в чаще, и эта жертва была абсолютно подходящей и достаточной для той задачи, которую должен был выполнить Авраам. Исаак был отпущен, а овен был принесен в жертву вместо него. Поэтому неудивительно, что Авраам назвал это место Иегова-Ира, что означало «Господь усмотрит». Посему и ныне говорится «На горе Иеговы усмотрится». В 19 стихе мы читаем интересное замечание. Там сказано «И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали и пошли вместе в Версавию». Какой момент тут описан «Господь в нужный момент». именно тогда, когда это было нужно, сделал так, что этот овен запутался рогами в чаще. Не слишком рано, чтобы он не умер раньше, чем нужно, и не слишком поздно, когда бы уже был принесен в жертву Исаак. Все произошло именно тогда, когда это и нужно было. И так Бог и обращается со Своими детьми. Он приносит вам помощь именно тогда, когда это вам нужно. уповайте на него, друзья мои. А как же чувствовал себя этот юноша? Это просто невозможно себе представить. И возвратился Авраам к отрокам своим. Тут сказано не так. Авраам и Исаак возвратились. Или они возвратились. Я не знаю, задержался ли Исаак там наверху на какое-то мгновение, чтобы подумать о том, что Бог снабжает нас всем необходимым. Как же благ Бог, что пощадил мою жизнь. И как же благ Бог, что помогает и вам в вашей нужде. Ну, а теперь, наконец, у нас третий пункт. Как же нам подготовиться к подобному испытанию? Для этого нужны покорность и упование на Бога касательно того, что Он обязательно найдет выход из сложившейся ситуации. И в-третьих, очень важно устремить свой взгляд на Иисуса Христа. Иисус в Евангелии от Иоанна сказал, «Абраам, Отец ваш, рад был увидеть день Мой, и увидел и возрадовался». Вот тут Иисус говорит о том, что Абраам предвидел, что грядет. И в этом событии мы можем видеть много всего, являющегося предвестием того, что найдет свое полное исполнение в Иисусе Христе. Например, мы знаем, что Исаак нес на себе дрова к месту жертвоприношения. Абраам положил дрова для всесожжения на плечи своего сына. И позднее должен был прийти еще некто, кто тоже поднимется на гору для жертвоприношения, тоже неся на себе нечто из дерева. Я говорю сейчас о Христе. На Него возложили крест, ему пришлось самому поднимать его на гору. А здесь мы видим, что Авраам, отец, нес в своих руках нож и огонь в знак того, что он собирается сделать жертвоприношение и тем самым переложить наказание и суд на своего сына. И мы знаем, что Бог Отец тоже не пожалел своего сына, Христа, и отдал его, чтобы мы могли обрести прощение наших грехов. И вы скажете, принесение сына в жертву это не тот образ, который мне посылает Бог. Но в Библии сказано именно так. В ней четко сказано, что гнев Божий настиг Иисуса на Голговском кресте. В книге пророка Исаии сказано, но Господу угодно было поразить его, то есть Иисуса, и он предал его мучения. То есть произошедшее с Авраамом и Исааком было предвестием того, что найдет свое полное исполнение в Иисусе Христе. Это означало, что однажды наступит день, когда другой сын поднимется на гору, неся на своих плечах свои дрова для жертвоприношения, а его отец будет стоять с ножом и огнем в своих руках чтобы принести в жертву своего сына ради искупления наших грехов. И в этот момент не раздастся никакого голоса говорящего, «Отец, отложи нож», ибо нет голоса величественнее, громче, чем голос Божий. И тогда Бог принес в жертву своего единственного, своего возлюбленного сына, чтобы мы обрели прощение наших грехов. И тут мы видим еще одну истину. Когда Авраам поднял нож и раздался голос ангела, приказывающий ему отложить нож, и появился этот овен, который впоследствии стал жертвой вместо Исаака. Он стал жертвой вместо всех тех, кто последовал за семенем Авраама, за духовным семенем. А для вас, верующих во Христа, заместительной жертвой, стал сам Иисус. Тот овен оказался в нужное время и в нужном месте. И также Иисус. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинялся закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Когда пришла полнота времени, то есть в тот момент, когда все уже было готово, Бог послал Своего Сына. И Он не просто пришел в наш мир и родился, но и умер в нужный момент. Как писал апостол Павел в послании к римлянам, ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, в установленное время, в нужное время. Именно в тот момент, когда нам была нужна заместительная жертва, а для вас лично, это означает, что есть место, в которое вы можете пойти со своими грехами, виной и проклятием. Этим местом является Голгофа. Это то место, где Отец не пощадил своего сына, а отдал его ради прощения наших грехов. Его жертва была достаточной за ваши мои грехи, потому что Иисус пострадал за все наши грехи, праведник, за неправедных, чтобы, как сказал Петр, он привел нас к Богу. Мы всегда должны с вами помнить, друзья мои, что есть только один путь к Богу, их не множество. Он только один, ибо Отец отдал своего сына, своего единственного сына. Не хотите ли и вы, друзья, начать уповать на Христа и отдать, посвятить ему всю свою жизнь? Будьте покорными, радуйтесь тому, что дает вам Бог, и обращайте свои взоры на Иисуса Христа, который искупил вас. Аминь. Каждый из нас в какой-то момент своей жизни обязательно столкнется с трудной ситуацией, кризисом или испытанием. В сегодняшней проповеди мы услышали о том, как это выглядело для Авраама, а также о том, как мы можем с Божьей помощью подготовиться к преодолению жизненных испытаний и также вырасти в своей вере. Первым аспектом такой подготовки является подготовка с покорностью. Но, Кристиан, как же моя нынешняя покорность подготовит меня к прохождению испытания в будущем, ведь это будет когда-то далеко. Сегодня мы говорим об испытании веры, а испытание веры всегда является испытанием покорности. Мы видели это на примере Авраама, но также, если мы задумаемся о нашей личной жизни, тогда мы поймем, что существует очень тесный связь между верой и покорностью. И поэтому будет очень хорошо, если мы будем практиковать покорность Богу и Его Слову, даже во всяких жизненных мелочах, чтобы быть готовыми к моментам, когда наша вера будет подвергаться серьезным испытаниям. Возьмем для примера ситуацию, когда кто-то испытывает большие финансовые трудности. Этот человек находится в настоящем отчаянии и не знает, как ему выбраться из этих трудностей. И тут он, возможно, получает какое-то рискованное деловое предложение. И тогда возникает вопрос, буду ли я слушаться Бога, буду ли я принимать решение по этому деловому предложению в соответствии с Его Словом, и, возможно, впоследствии отклоню это предложение, даже рискуя, в конце концов оказаться не в лучшем финансовом положении. Итак, мы видим, что наша вера подвергается испытаниям, всегда, вместе с нашей покорностью. Поэтому очень хорошо, если мы будем покорными. Второй пункт твоей проповеди был озаглавлен подготовка с упованием на то, что Господь обо всем позаботится. Как же нам этому научиться в нашей жизни? Я считаю, что для этого нам, например, следует вспомнить о том, что хорошего Бог уже сделал для нас, оглянуться назад, собраться с мыслями и спросить себя, как же Бог вел меня до этого дня, как Он уже благословлял меня, берег ли Он меня прежде. Христианин с живой верой всегда в таких вопросах приходит к мысли, да, Бог был мне верен. Если Он был верен мне прежде, Он будет верен мне и в будущем. Нам стоит сконцентрироваться на том, какие благословения Бог уже принес в нашу жизнь. Я считаю, что это заодно и хорошая подготовка к испытаниям веры, которые ждут нас в будущем, чтобы мы были уверены, что Бог с нами и что Он действительно заслуживает нашего упования на Него, несмотря ни на что. Упование на Бога это постоянная единица. В твоей проповеди был еще один совет касательно того, как нам подготовиться к таким испытаниям, а именно делать это, глядя на Христа. Как же это мне поможет и что это означает для нас? Я считаю, что это очень важный момент. Если мы будем обращать внимание только на нашу покорность и на наше упование на Бога, то тогда все это очень быстро превратится в какой-то морализм, если можно так сказать. Тогда все будет зависеть только от нас. Ты должен уповать на Бога. Ты должен быть покорным. Да, мы должны уповать на Бога. Мы должны быть покорными, но не своими силами, но смотря на того, кто проявил полную покорность, кто полностью уповал на своего Отца, кто отдал всю свою жизнь в руки своего Отца, а именно на Иисуса Христа. А та благодать, с которой Он встречает нас и которая приходит к нам через Него, является для нас источником силы для жизни в покорности и уповании на Бога. И тогда ваше сердце сможет выдохнуть. Тогда практиковать все это будет для вас уже не бременем, а радостью. И таким образом вы сможете подготовить себя к предстоящим испытаниям. Дорогие друзья, я хочу благословить вас именно таким упованием на нашего Господа. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. До свидания. Мы будем рады, если вы посмотрите и наши следующие программы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова